Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии в 7-air Stivalization 6 Gathering Storm, в которой я не играю, а комментирую действия других участников. Вот такая вот партия. Рекомендую перейти к первой серии, если вы случайно наткнулись на эту, потому что лучше смотреть с самого начала, ссылка есть в описании к этому ролику, либо в правом верхнем углу появляется. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». И спасибо вам, уважаемые спонсоры, за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Он его и вначале хотел захватывать, но отложил просто потому, что сам стал его союзником. Он бежит раз мушкетер, два мушкетер, три мушкетер. Хотя тремя мушкетерами он не берется, даже без армии, которая сейчас у Конго. Надо какое-то что-то осадное там, хотя бы или бомбарду, или что-то, короче, осадное надо. А после какого социального института, или, точнее, научного, устаревает осадная башня? Она вроде никогда не устаревала. А, подожди, у тебя что, нет его, да? Я не могу ее построить. Даже купить, ну, даже купить не могу. Ну, по-моему, осадные юниты не покупают... А, подожди, если ты хотел купить, то они не покупаются. Посмотри в производстве, да. Посмотри в производстве. Ты хочешь сказать, что осадная башня или таран нельзя купить? По-моему, да. Честно говоря, бред какой-то. Не, ну посмотри в производстве, я что-то засомневался. Ну, да, нету. Не, можно купить. Купить за что? Ну, за золото, я только что чёртнул, за золото покупается. Вот у нас осадная башня у меня. Улучшается осадная башня до медика. Посмотри, может, и медика уже за чего-то вряд ли, конечно. Нет, нету. Нет, медика точно нету. Ну, фиг знает, да. Сейчас пытаюсь найти, почему у него нету бомбарды есть. Да, интересно. Я не знаю, почему у американца нету осадной медика. Он точно ещё не открывал, потому что это в канализации. Ну, значит, ему бомбарду надо делать. Ну, он антонари уйдёт захватывать, да. Шо правильно, потому что там очень-очень много культуры имеет Конго. Ну, процент. Да. Писатель ещё будет. Так, он не знает, что в Вавилон есть. Вавилон для него было бы тоже очень классно. В этой партии. А он слышал, что есть в Вавилон. Ему надо бы его найти, конечно. Причём он всего лишь ниже вот того острова, где он заселяет. Который он заселяет. То есть... А, подождите, там... Хатуса ещё. Ну, Хатуса не даёт. Ну, науку, конечно, даёт. Так, чё-то... Там Конго не вылетел случайно? Ну, вроде нет. Ну, потому что он из Дискорда... А, он отключил... Зави, ты тут включи стрим. А, что у меня, походу, отлетело. Поставьте паузу. Так что, он вылетел всё-таки? Ну, он говорит, у него отлетело. Нет, у него стрим отлетел. Всё остальное работает. Так, пинг... Пинг у меня в норме. Да, у меня вылет, а демки произошёл просто. Вот тут на мини-карте у него вот этот город... Он говорит, царство. Видит, но не знает, что здесь ещё есть. Тут? Ну, вон, смотрите. Вот, ему повезло, что у него художник на скульптуре появился. Смотрите, шесть еды, шесть производства, двенадцать денег там. Ну, это просто... Самое интересное, что это... Вот этого не видно, понимаете, у Конга. Оно... Этого не видно. То есть, если вы смотрите на карту, увидите, какая там территория у всех, вы можете посмотреть, какое производство, то вот эти шедевры, они особо у Конга не видны. Ты не понимаешь, что у Конга сейчас там вау, такой сейчас буст вообще офигительный. Идёт. Но у Конга проблема в том, что он отстаёт от Америки в плане самолётов и алюминия. Американец сейчас раньше туда. Можно в начале хода паузу на... Ну, перегребчик на минут пять-десять. Давайте. Да, хорошо. Ещё раз глянем Америку. Ну, тут вот между ними двумя гонка идёт, конечно. Ой, Гранты ещё поставил. Там Гранты читают. Видите, под Пингалу в Вашингтоне Американец считает Гранты просто, чтобы быстрее выйти в самолёты. Ну, в алюминии в первую очередь. Самолёт-то он уже, по-моему, там вышел и... Так. Сто девять... Сто пятьдесят четыре... Сто тридцать семь... Сто двадцать шесть у Рима, но очень мало культуры. То есть это тоже даёт отставание. Ацтек просто сам себе проиграл. Вообще никто не мешал. Он чисто вот... Опять же, вот вам пример. Вы играете в ЦИУ, имейте в виду. У человека много есть территории, но он сидел с тремя городами до шестьдесят шестого хода, что ли. Ацтек, ты что там с монголом торгуешь чем-то? Да, с компьютером ничего нельзя делать. А, извините, не знаю. Только война или мир? Ну, давайте, десять минут. Блин, захватил француз-карабагалсун, который всё равно по лояльности отваливаться. Начинает у него... Да, я хочу глянуть, пожалуй... Рим, а ты можешь дать мне железо? У... Нет, у Конга... Хочу глянуть... У Конга... Дерево технологий. Конг... Зави, открой, пожалуйста, Дерево технологий. Радио. То есть, он первым открыл авиацию даже. Ну... Раз он первым открыл авиацию, то уже... Уже не получится, мне кажется. Не успеет американец... Хотя, конечно, там... Не успеет американец напасть. Я уверен, что... Ну, тут уже надо, значит, Конга думать, на кого нападать. Как мне кажется. Ему... Надо дождаться кончания союзов и с кем-то одним, либо с венгром, либо с американцем, просто не продлевать. Мне так... Ну, я так думаю. Я кинул уже тебе сделку. Сейчас, секунду. Спасибо. Ну, Конга лидером выглядит здесь, конечно. Просто и территория, и цивилизация хорошая, и... И вообще все. Культура 246. Ну, там американец вроде как уже идет на Антона Нариву. И тут пока был перевер, обсуждали, просто я не включал, что Антона Нарива будет захвачен. Правда, вот не вижу. Я не успеваю походить. В следующем ходе-то. Да, пока атаки особо нет. Антона Нарива нету армии. Она вся у... У Конга, который я его перекупил. Ну, я думаю, Антона Нарива еще ходов 10 будет жить. Да, я железу дам. Нечем стены пробивать, потому что 4 мушкетера не пробьют вот это 46 Антона Нарива. Я думаю, еще и армия вернется к Антону Нариву. Это уже я с железом. Кстати, а что с ресурсами у Конга в плане... Вот есть уже уголь там... Я хочу еще посмотреть просто по городам. Завя, ты можешь просто выбирать город и... Ну, как бы переключаться между городами. Я хочу посмотреть, как там производство. Вот это все. Да, давай. 57, но это маленький город. 4, это начальные тоже города. Да, ведь он как раз еще заодно ставит фокусы. 56, 37, 20. Ну, тут мало производства в банде. Он большой, но мало производства. 47, угу. Спасибо. В общем, 50 производства в среднем в городах, которые уже развиты и большие. То же самое хочу у американцев. Ой, это я на Рим переключил. Ну, Рим, Рим как-то тоже вроде нормально начинал, но вот сейчас он просто... Ну, вот эти необработанные клетки, тут все не развито. Нет ощущения, что много районов стоит к этому к этому времени игры. Ну, как-то так. Слабовато. Супергерл, ты тоже можешь по городам покликать своим? Еще Лавента нашлась. Тебе конкретно нужно что-то? Не, просто по очереди. Просто хочу в общем посмотреть. 47, 30. Я просто сейчас сравниваю производство в городах. Еще 47. Ну, да, у Конга явно больше производства. И, кстати, это как раз за счет... Все, спасибо. Это именно за счет его, скорее всего, способности вот этих... То есть, если бы не было этих... Ну, это 6 производства. В каждом городе плюс 6 производства, да, идет. Если бы не было этих шедевров, то было бы меньше. Но все равно, кстати, было бы чуть больше производства, чем у американцев в любом случае. Давайте я еще... Кто у нас может быть на третьем месте? Вот как вы считаете? Мне кажется, что все-таки венгер, все-таки венгер, пожалуй, у Рима слишком не развито. Союза как-то совсем плохо. Опять как-то хреново показывает. Поехали. Мистер Диа, ты можешь попереключаться Тоже по городам так Да, сейчас, секунду Видите, у него караваны В Конго дают 3 Плюс 3 культуры, это за счет вот этих Культурных союзов Культурного союза Переключаю Ага, вижу 27, 13, 35 Ну, как бы очевидно Что у Винга просто практически Нету производства, у него, конечно, хуже территория Меньше территория 32, ага, спасибо Да, ну Конго лидер Конго лидер Собственно, осталось Ну, я считаю, что ему надо нападать На американца То есть, здесь два лидера Американец и Конго В моем представлении Один из них выносит другого И на этом игра, наверное, закончится Если Если они увязнут в войне Тогда появится шанс у всех остальных игроков Только так Вопрос Вопрос даже, в первую очередь У каких игроков, интересно Ну, англичанин сможет тогда, наверное, догнать все-таки В первую очередь Это не вам Это я сам с собой тут разговариваю С воображаемыми друзьями С воображаемыми друзьями Тоже некоторое время То есть, что-то спешить с аэропортами Аэропорты Быстропа С таким производством Это один-два хода Ну, караваны ко мне Да К мамбе К Заве К мамбе Ну, вообще-то, если быть точным То Мвембе Абембе 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 Какие же сложные названия А что насчет районов Да, можно промышленную зону Ну, а я бы гавань, честно говоря, забафал Я бы тоже бы гавань не забафал бы Да, там Ну, давайте гавань Ну, тут сложно как бы что-то рекомендовать А, ну, он строит все-таки Он в Мвембе строит аэропорт уже первый А где? Ну, вот Первый археолог Пошел уже Ну, у него хоть и маловато Он должен в каждом городе театралку поставить Я считаю Ему, наверное, из дворца вот это стоит перекинуть В амфитеатр Сюда Ну, в принципе Как бы норм у него тут все Если бы он еще Вавилон нашел Не он аэропорт Ну, на карте территориально Вот это, что ли? Ему надо еще второго археолога Купить Блин, это хочется подсказывать постоянно Игрокам Я вот когда комментирую, я постоянно понимаю Ваши отношения к моей игре Потому что кажется Господи, как он этого не видит? Как он этого не видит? Ну, почему он это не делает? Почему? Ну, а вы же понимаете, что Когда ты в игре находишься, это совершенно другое ощущение А вон еще построен аэропорт в Мбумбе Ну, много аэропортов, мне кажется, тут не стоит делать И аэропорты надо в те, где максимум производства Ну, я бы, честно говоря, выходил в самолет и объявлял войну Америке Вот в этой ситуации Это решает игру просто Да, конечно, все, да Но мне, пожалуй, бонус от города еще нужен пока что Как-никак я с него культуру Чем дольше ты захватываешь, тем лучше мне Да, тут, кстати, можно считать, что Конго тебе помог тем, что забрал армию в себе Антона Нарива, бедняга, вообще без армии такой Да-да-да Единственное, как бы я мог бы сделать, это окружить Антона Нариву войсками А так А сколько там, когда наводишь на него, пишет сколько по времени еще остается? Следний ход вроде как А, ну, печаль А, вот у него второй Нет, это первый археолог, а второй археолог Ну, и вот эти вот именно реликвии дают Да, вон точно, аэропорт Ну, вопрос только в алюминии теперь Только в алюминии Что ты мне постоянно шедевры показываешь? Или ты там пытаешься... Я пытаюсь понять, как это точно работает Ну как, одного типа, но разных авторов Я так понимаю, если я сейчас передвину данный шедевр, то я получу какой-то бонус Нет, не получится Даже все три Андрея Рублева Все должны быть разного То есть, должны быть... Я понимаю То есть, да, все, понял А в банке вообще никакого нету соседства? Это только в этих В культурных зданиях В этих же, в чудесах, по-моему, тоже никакого нету бонуса за шедевры? Нет То есть, там в Эрмитаже нельзя никак создать, чтобы... Да-да-да, нету бонуса Слот, я слот почистил, чтобы потом перед... Боже, как же это долго Что именно? Чистить ходов целых Вся жизнь за десять ходов проходит И не говори Интересно, он, кстати, поставил город не на побережье почему-то А почему ты вот так вот этот город поставил? Я на самом деле его не особо-то сильно, думая, ставил Я как можно быстрее его поставить хотел просто Я не успевал ходить Два хода до алюминия Ускорить никак нельзя Национального парка Нету... Он не открыл даже, по-моему, натуралистов Блин, натуралистов Для национального парка Не все еще клетки обработаны Даже у кого не так много территории, чтобы не обработать У него производства дофига У него должны уже все рабочие тут Даже этот не обработан Хотя, может, тут какая... Ну, вот этот, как его? Кофе? Кофе? Темпло-майор Ну, темпло-майор, кстати, в тему Там озеро у него большое У него вот тут Вот на мини-карте, вот здесь Видите? Вот тут большое озеро Темпло-майор нормально будет Деньги, кстати, на два бомбардировщика Даже на три Ну, вот оно, озеро Майн-домбе Майн-домбе И озеро Тумба Не, ну, у озера Тумба там вся Одна клетка всего будет Каждый ход вот эти шедевры рассматривает Каждый ход Какие у меня красивые шедевры в городе Какие они прикольные Ну, какие-то археологами Этам археолог прибыл на МО И не добывает Как раз то, что Продлеваем дружбу? Да Ой, это зря Вы интересны такие товарищи Короче, с Конго продлевает дружбу У него 170 науки И Дверь Общаю, вот Конго зря продлевает дружбу с Америкой Чтобы он на него напал Особенно вот это сильные нету Конечно Кампусов Но может он с Венгрией тогда не будет Хотя он построил А по культуре я не выйду Потому что я дурачок По культуре туризм Вот у Матиши больше Кстати, как-то странно А, ну он больше, наверное, по времени накоплено 49 в ход 40 У меня 53 То есть я теоретически поближе даже К победе По культуре А что происходит? Что с таймером, собственно? Что такое подвисло? Да В общем, да Кто хост? Мне интересно Просто такие лаги Хост я Я могу ходить А я Лично нет Да, у всех идет таймер Ожидайте, пока Венгерская империя Закончит свой ход Блин, я что-то Мистер Удержи подключиться не могу Стрим посмотреть Может у меня иннет упал? Ну, кажется, ты с нами разговариваешь Скорость я имею в виду скорость Так у тебя следующий ход начался уже, да? Не пойму Тут просто сейвы были, грузились Вылеты у игроков Ну, я думаю, что я вроде В нужное время запустил Запись Продолжаем Дружба С Америкой Ну, тогда Венгрию хотя бы Конго надо захватывать Потому что если он и С Венгрией еще дружбу заключит Это Бессмысленное тогда Лидерство Причем я уверен, что В войну Когда он будет Венгрию захватывать Американец там не вступит Мне кажется Если будет кризис Хотя, опять же, зависит все от алюминия На самом деле Еще два хода до алюминия Что у Супергерла в этом плане? Беспорядки в Риме Хочет прям зачем? Интересно, зачем Это он, типа, прокачивает просто шпиона Таким образом Мне больше нравится прокачивать на Воровство денег Правда, шанс, конечно Поменьше, да Все-таки Но ты за то и деньги Тогда и шпиона прокачиваешь Немножко другое Ну, видите, у американца Еще пять ходов до открытия алюминия В то время как у Конго Оно уже Через два хода будет открыто Да, практически вся карта открыта Уже американца Ну, тут явный лидер сейчас Конго Ему надо венгра захватывать Давайте еще посмотрим 149-100 у Франции Запреточку достраивает Американец Это приятное Приятное чудо Конго По социальным политикам Просто на эпоху Уже впереди Дает дополнительное Может, это за правительство Без дипломатического курса Слушай, а Почему У А, ты же за Америку играешь В дом Господи, ну почему У Торговой Республики Нету дипломатического курса Блин Что за фигня, да У Америки Все ячейки дипломатического курса Становятся универсальными ячейками Что, конечно, намного удобнее 176 Конго 153 Рим 149 Ну, да У Англии, типа Уже много науки И культуры Но Он отстает Изначально То есть он По дереву технологий Все равно позади И он никак не может догнать Там Ребят Плохо все Париж, конечно Большой город 22 Это вот благодаря началу Такому Но он Просто будет отставать И он не может дальше Монгола забрать полностью Все как-то печально Нет, я думаю Англичанин тут не игрок Все-таки Давно не смотрели Что происходит у Ацтека То есть Англия Да что я постоянно Англичанин называю Француз не игрок Француз Я прошу прощения Два примера Замечательных в игре Первый пример Это Француз Который Испортил себе Игру Просто Сагрив на себя Соседа Не было повода Для этого На самом деле То есть они могли Разделить этот везувий И договориться Да Войну надо было Наверное Объявлять Монголу Чтобы он не имел Преимущества Против тебя Но голосом Можно было Подипломатить И договориться Типа не воевать Чтобы монгол мог Тоже расселиться Как-то И потом бы За счет Того что Ну это наверное Отсутствие В некотором смысле Отсутствие Разведки Сыграло Злую шутку С французом Но Тем не менее С его территории Он бы потом Забрал Монгол Он бы Круче него Развился И Радостно Боего на более Крутых Ну и во время Войны Он почему-то Не пошел В летучих В летучие отряды А пошел Зачем-то В порох И Мушкетеров Это очень Как-то сказать Неудобно Даже если у него Был бы селитры И мушкетеры Они Долго строятся У него во-первых Не было Юнитов Чтобы апать В мушкетеры Ему пришлось бы Их строить Он бы их Медленнее Подводил Потому что Они у него Медленно ходят Сейчас Подождите Я по-моему Забыл Про Про уникальные Юниты Франции Я вот сейчас Догадался Что Наверное Француз Хотел Императорских Гвардейцев Использовать Там тоже Селитра Нужна А Но Они Открываются В мотопехоте Подождите Нет Император Военная Смотрите Военная Наука Военная Наука Это Промышленная Эра Не Все равно Дальше Он Наверное Хотел Да Он Наверное Шел Свои Уникальные Юниты Типа Селитры Ну Все равно Это Опять же Того не стоило Все равно Надо было В летучие отряды Идти Пока мы тут Еще смотрим Как Ацтек И вот Второй пример Ацтек Просто Медленным Расселением Ну Это В каждой игре Такое Есть У него Куча Территорий На самом деле Видите Вот еще Остров Отличный Опять же Практически Неизведана Вся карта Вот Очень мало Что Чего Мало Таймер А Таймер Вот Смотрите Как разведано Ацтеком Которому Ацтеком Которому Никто Не мешал Ничего Делать И Как Например Территория Разведана Ну Давайте Американцем Посмотрим Для Примера Вот Полностью Практически Вся Карта Открыта Тяжело Антону Нариву Берется Тяжело Но Она Берется Но Медленно Мне кажется Тут Стоит Уже И Мушкетерами Проатаковать Он Не особо Потеря Они Немного Там Потеряют Хитпоинтов Каперы То есть Он на подлодочке Рассчитывает Да Что у нас С алюминием У Конга И Объявил ли он Дружбу с Венгром Меня Вот это Интересует Нет С венгром Ничего Он Идет В лучшую На авиацию Но я не вижу Не вижу Наличия Алюминия То есть У него Никакие Города И районы На алюминии Точно Не стоят Потому что Видите Он Не прибавляется А вот На его Территории Есть Леон Кого Будет Прокачивать Так Рационализм Театральная Зона Промышлен Ну да Тут Такие Очень Универсальные Карточки Стоят Которые Обычно Все Ставятся Ничего Такого Тем Может Учетные Банки Б Оставил Все Таки Производство Дополнительное От союзника Ну я не вижу Конго Завя Ты можешь Что Можешь Поискать На карте Ресурс Шесть У Венгра У Венгра А Ага Спасибо А у него Есть Алюминий Норм Ему Надо Захватывать Венгра У которого Еще Больше Алюминия Просто Пока Тут Не вышел Самолет А он Явно Отстает То есть Три Бомбардировщика Делается Просто И захватывается Интересно Венгр Все так Плюс-минус Ровно По науке Идут Все поставили Точнее Никто не поставил Карточки На науку Для Собаков Только Не Не Поставил Вроде Как Посмотрим Друг Мистер Ди Внезапно В кинуть Зенитки Идет А не В самолеты Нет Тоже А ну Слушайте Ему Пять Ходов У него Алюминий Находится Вот Тут Где-то По-моему То ли Тут То ли Тут Я бы На месте Конго Поспешил Вообще Хочет Интересно На Венгра Нападать Или нет Конго А тебе Нужна Моя Религия Да Мне Как-то Тут Не Особо Не Особо Нужна Или Не Особо Что Да Мне Трелигии Как-то Я Сказал Не Холодно Не Жарко От Всех От Которых Если Так Что Тут Кто Мне Предлагала Религию Американец Ну В принципе Как бы Можешь Носить Мне Как-то Не Холодно Ни Жарко То есть Четыре Веры Будет Даваться От Чудес Света Конго У него Там Есть Неск Чудес Темпломайор Построится Да Блин Неужели Конго На улет Хочет Играть Чисто Ну Ему Венгра Надо Забирать Чтобы Кто-то Кто-то Из соседей Чтобы Он Просто Не Мешался О Алюминием Пошел Он Уже Обрабатывать Кофе Такой У него Посередине Так и Висит Он Наверное Даже Не Видит Что Там Не Обработано Хорошие Тут У него Города На Острове Так Даже За Кем Еще Последить Зави Открой Пожалуйста Дерево Технологий Американец Вот Сзади Просто Отстает Не Открыл Только Радио А Дальше Видите Как Англичанин Отстает Ну Сейчас Уже Немножко Все Вперед Подвинулись Но Англичанин Просто Отстает От всех Не Считая Монгол Он Просто От всех Отстает Потому что У него Не хватало Науки До Этого Пошел Капать И Следующим Ходом Он Уже Сможет Купить Бомбардировщики И Через Ход В принципе Можно Нападать На На Венгра Открыл Идеологии Ну Чуть Чуть Осталось До До Демократии Я бы Учетные Банки Тут Ставил А не Влияние Уже Послов Видишь Он Плюс Четыре Еще Открыл Нафига Торговая Конфедерация Ну Серьезно Плюс Одно Золото За Каждого Вашего Он Наверное Ошибся Он Думал Там Сколько Там То есть Ему Мало Золота Да Вы Хотите Сказать И Вход И Вообще И Того Зачем Эта Карточка Как Он Перепутал Карточки Случайно Даже Особо И Много Не Добавила Денег Классно Это Так У Тебя Там На Остреле Чудо Конечно Где Где Покажи А Да Мне Что-то Кажется Что Он Его Никогда Не Использует Ну Чудо Само По Себе Хорошее Так Еще И Город Под Это Вот Отсутствие Разведки У Ацтека Ну Я Разведчика Все Рано Туда Не Смог Послать В Начале Игры Отсутствие Галер Мне Кажется Дагалерами Тут Доплыло Будет Конечно Ну Да Галерами Да Галерами Да Ну Дагалер Мало Кто Вообще Додумался В Он Так В Начале Игры Боялся Вообще Что Либо Открывать Типа Не дай Бог Кого-то Встретит Еще Какой-то Этот Ацтек Не Ацтек Ты же Ладно Такой Я Ацтек Ваа Всех Убить Где Там Головы На Жертвоприношение Всех И Чли Почли Как Там Богов Зовут Без Понятия Да Ладно Я В целом Непредка Играю Насшибался Согласен Звук Прорывается Еле-еле Так Смотрим Америка Ну Американец Чисто в развитии Сейчас там Каперы строят Это Для будущих Подлодок Просто Так Такое Развитие У него Научные города Государства Которые По-моему Никто не нашел Супергерл Покажи Пожалуйста ГГшки Ну Просто Сейчас Список Я Сделаю Это Но Чуть Позже Не Может Решить Куда Промышленный Район Поставить Или Думают Промышленный Район Или Аэродром Сотели Священочку Вообще Зачем Священка Ну Он Чем Сворит У кого Больше Соседства Будет Ну Кстати Да Можно Сюда Как Раз Театрал Я Тоже Наверное Театрал Купасал Жалко Правда Сделка Ацтек Жалко Показываю Да Вижу Ну Промотай Вниз Ага А вот Эти Можешь Показать Два Нижних Там Города Ну Сысли Кто Там Еще Есть Кроме Тебя И Вот Это Интересует Нижних Города Вот В Этом Ну Этот Вот Который У Тебя Тут Сейчас Да Так А второй Такой же Ага Спасибо Так Все-таки Болонию Нашел Нашел Конга И будут Сейчас пытаться Видимо Ее Пересоюзивать Потому что Болония Дает Кучу Науки От Шедевров Это И он Важнее Чем Антона Наривука Я бы На его месте Уже Пересаживал Давным-давно Амани В Болонию Но он Чего Этого Не Делает Тяжело С Антона Нариву Кстати Уже 69 Сила Да 69 Больно А если Он Еще Апнет Мечника В Мушкетера Там Еще Больше Станет Мушкетерами Тяжело Захватить Антона Нариву Ну Зави Реально На Болонию Фокусится И он Ну Он Видимо Наверное Не успевает Не успевает Пересадить Амани В Болонию Ну Послов У него Ноль Ему Надо Амани Туда Пересаживать Несомненно Хотя Он Просто Ждет Может Пока Антона Нариву Упадет Но По-хорошему По-моему Мнению Ему Уже Хотя 318 318 культур Он имеет Во многом Благодаря Антона Нариву Там Такой Нехилый Процент И там Вот сейчас Уже Наверное У него 30% То есть Он Наверное 15 Великих Людей Получил Особенно За Театрально За Вот За Художников За Писателей И Его Сейчас Плюс 30% Идет Культуре Именно За счет Он Открыл Коммунизм Интересное Решение Так Ну он Будет на Венгра Вообще Нападать Нет У него До сих пор Не построены Не куплены Самолеты Я бы на его месте Ну блин Тут надо покупать Самолеты И просто Нападать Ты Если ты будешь Их строить Ты теряешь Эффект Неожиданности Да В бамбе Кстати Нужен Вон там Ну придется Какое-то улучшение Убирать А если Узнаю Он Американца Был Шпион Чей Шпион Погостит У меня Кстати Тоже Только что Кто-то Разрушил Мастерскую Он Долго Выбирает Ну я Я так же Делаю Знаете Когда Комментируешь Скажешь Сейчас Все Поставил Все Ты знаешь Что тут Ставить Уже Даже Когда Следишь За Эльскими Игроками Реально Когда ты В игре Намного Как бы Сложнее Почему-то Чем когда ты Комментируешь Хотя я Комментирую Переключаясь Даже между Несколько игроками А тут Ты вроде Только на себя Сконцентрирован Дают Больше Угля Ну возможно У него там Минус Это потому Что электричество Идет А очень То Он Секунд Сорок Наверное Если не Пятьдесят Выбирал Политики Это очень Долго Антона Нариву Мне кажется Вот с этой Армии Американец Не может Взять Антона Нариву Я посмотрю Что там Антона Нарива Атаковать Будет Хотя Может И возьмет Четыре Две Бомбарды И четыре Мушкетера Да купи ты Самолеты Господи Там уже Наверное Венгер Кстати и сам Вышел Не Венгер Наверное Пока только В алюминии Вышел Самолеты Еще Еще один ход Только до алюминия Господи Ну Пока у него Не будет Конечно Современных Самолетов Но Я не знаю Чего Чего Ждет Тут Конга Они уже Реально Не хочет Захватить Венгра Какие-то Строят Аэропорты Лишние Уже Дает Золото При уничтожении Юнитов Прошлых Эпох Но Воевать Явно Собирается Похоже Дипломатию Канонер Заменил Эту Карточку Я бы Опять же Ставил На На Караваны Скорее И он И он Почему-то В Кахокию Посылает А не В Болонию Что тоже Неверно Ему Болония Столько Науки Даст Как Конга Ну Я думаю Покажи Пожалуйста Зави Шедевры Свои Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадцать Это Двадцать Четыре Науки Четыре Пять Шесть Ну Спасибо В районе Тридцати Науки Даст Даже Чуть Больше Еще Плюс Тридцать Науки То есть Это Десять Процентов Как Минимум Болония А Ну Это Еще Не Считая Того Что Она Действует На У него Там Уже Семь Послов Есть Так Что Действует На Кампуса Но Еще Плюс Тридцать Науки Ну Плюс Десять Процентов Да Слабая Разведка Опять же У Конга По сравнению Давайте посмотрим Как у Мистера Ди Сколько Разведана Например То есть Не лидер Игры Но Как Разведана Уже Ну и Больше Все Конечно Супер Гор Как Важно В цели Разведка Просто Потому что Ты знаешь Тогда Куда Тебе Дальше Развиваться И что Делать У тебя Раньше Появляет Ну Супер Гор Вообще По-моему Всю Карту Открыл Тут ему В этом месте Чуть-чуть Осталось Пооткрыть Там чисто Потому что Ацтек Ну тут Суша Какая-то Так Ладно Что там Франция Боже Он Кашгар Атакует До сих пор Лучниками О боже Да Ну Короче У Англии Своя Отдельная Тут игра Он Отдельно От всех Тут Сидит Сначала Он Дуэльку Поиграл Потом Он Просто Сам С собой Тихонько С компьютером И это Ему Даже Не Победить Не Поможет Не Догнать Никого Так Такое Отдельное Развлечение Ацтек Что-то хреново Присоединяется Блин Ацтек По культуре Он даже Дипломатическую службу Еще не О В то время Как У Конго Там уже Коммунизм Еще дальше Намного Идет Но Тут Это Вот Конечно Доминация По культуре Это Очень Круто Ну Конго Реально Мог Сейчас Решать Просто Игру В свою Пользу Вот Сейчас На Самолетах И То Что Он Не Захватывает Американца Ну Он Решил Вообще По Сейфовому Типа На Венгра Напасть А Давайте Еще Рим Посмотрим Но Это Тем не менее Может Ему Алкнуться Ему Может Американец Что-то Сделать В Будущем У Рима Мало Он Самым Первым Построил Галеры У него Самым Первым Было Две Галеры Почему Он В Какой-то Момент Прекратил Ими Плавать Почему Он Дальше Не Исследовал У Реально У Него Самого Первого Были Галеры Он Помните Там Еще Супергерл Говорил Что Рим Правильно Поступил Сейчас Все Города Государства Откроют В итоге Супергерл Все Города Государства Да Куплены Вон Бомбардировщики А почему А почему В бамбе Почему Куплены Бомбардировщики В бамбе Типа Чтобы Венгер Не Видел Ну Да Истергом Они Долетают Другое Дело Чтобы Брать Нечем Истергом Нет Юнита Для Захвата Города Тут Рядом Ты Объявляй Уже Войну Этого Венгру Несчастного Этот Эстергом Двое Бомбардировщиками В ноль Уйдет 57 защиты Стены Средневековья Все Следующим Ходом Я думаю Конго Объявляет Войну Я бы Еще Один Бомбардировщик Купил Господи Зачем Тебе Эти Деньги 3000 Куда Он их Планирует В будущем Тратить Где Еще Один Археолог Почему Только Одного Археолога Использовал В Бамбе Купить Археолога Вот Еще На Что Деньги Можно Подать Купить Археолога Он Все Тематические Бонусы Пытается Сделать Они Для Победы Туризмом Они Ничего Не Дают Слушай Завя А Че Ты Пытаешь Все Тематические Бонусы Сделать Да Так Приятно Чтобы Было Ну То 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 Артефакты Находить Чтобы Было Приятно И получать Шесть Еды Шесть Производства И двенадцать Денег Он Не Хочет Сделать А Вот Тематические Бонусы Постоянно Тратить На Это Там Секунд Пятнадцать Хода Он Он Не Знает Что С Своим Преимуществом Сейчас Сделать Видите То Есть Развился Вперед Вырвался Ну Куда Это Все Девать Ну Конечно На Венгрия Сейчас Нападет Но Опять же Поздно Сколько Там Мистер Уди До Самолетов Как Раз Он Уже Открыл Алюминий Он Видит Где У него Алюминий Явно Правило Обрабатывать Три Хода До Самолетов Ну Эстергом Наверное Эстергом И Обуды Таки Падут А Вот Дальше Да Да Они Это Гораницы Патрулируют Ну Да Я Так И Понял Я Чуть Чуть Не Успеваю Уйти А Что Там Уже Война Самолета Ну Думаю Сейчас Через Ходик Другой Ну Следующим Ходом Но Я думаю Что Венгар Успевает Потому что Два Города Он Потеряет А потом Ему Кинут Денег Он Купит Самолеты Алюминий У него Есть Главное Что Он Вышел В улучшенную Авиацию Мы Поставим Вручную Будем Добавлять По Секундам Не 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 Играйте С тем Что Есть Страдайте Так Я Наверное Со стороны Конго Буду Смотреть Бабки Крадут Вернее Бабло Объявление Войны А почему Я от некоторых Игроков Не слышу Звука Никакой Не от игры Там Передвижение Юнитов Вы как-то Просто не включаете Звук Да Вот Две атаки Взял Взяты С торгом А Какие Звуки Ты говоришь Ну Вообще Звуки Игры Хотя Ну вот От конга Слышу Только Очень Тихо У меня Звуки Сами По себе Тихо Стоят Ну а наземных Винитов Мало Угонга А ты союзился С Да Нет Я Сейчас Говорю Этому Венгру С кем Союзился С Конга Нет Нет До этого Ну как Нет У вас был Союз В самом Начале Да Но Последних Ходов 10-15 Нет Ходов 10 Мы не Были Вне Я к чему Клоню Может быть Там Есть Кризис Предложение Что Предательство Если Так То Я бы Вступился Мне нужно Только Тебе Его Создать Ну вот 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 Это ошибка Конга На самом деле Ну пока Не Поэтому Ему Надо Нападать Было На Америку То что Ему Там В спину Мог Ударить Венгер Вот это Не страшно А то что Ему В спину Может Америка Ударить Вот это Жопа А у него Нету Ресурсов И туда И туда Воевать У него Всего Один Ресурс Алюминия Да я знаю Кстати а что У супергерла В плане Алюминия И Самолетов Вообще 20 Алюминия Уже Ага Я думаю Кстати что это С каких-то Городов Государство Скорее капает А не С его Да Ну собственно Я думаю Что если Выйдет Кризисный Союз И Америка Нападет На Конго И начнет Захватать Города На этом Можно будет Игру Закончить Потому что Америка Явно Победит Тогда Как бы Без шансов Это ошибка Конго Кстати То есть Всегда Когда вы Находитесь В игре Ну Опять же Мне лучше Это Говорить Потому что Я просто Вижу Всю Ситуацию Абсолютно Я вижу Производство Конго Я вижу Кто что Открыл Я вижу Кто кого Союзит Какие шансы В будущем Да Я вижу Как отстает Венгрия Например То есть В тот момент Когда два хода Оставалось До открытия Алюминия Я понимаю Что Конго Не видел Алюминий Но Продолжать Союз С Америкой Вот именно В тот момент Можно было Два хода Подождать Можно было Просто два хода Подождать И напасть Тогда На Америку Не факт Что он бы Полностью Забрал Но Америке Не открыты Были Улучшенные Бомбардировщики Улучшенные Бомбардировщики Выходил Конго Намного Раньше И он Реально За несколько ходов Мог Очень подорвать Экономику Америки И Обратно Обратно Отбить Было бы Очень сложно А теперь Он нападает На Венгрию И У Америки Есть все шансы Просто ему В спину Ударить В то время Как Если бы он Нападал На Америку То У Венгрии Не было Смысла Нападать То есть Венгрия Намного Слабее Америки И В принципе По Той карте Которую Конго Открыл Ему Это видно И должно Быть Понятно Он Должен Видеть Какое Производство Да Он Видит Полностью Америку Видит Полностью Венгрию То есть Он Должен Понимать Какое Производство Есть И у Того И у Другого Он Видит Какое Какая Наука И Может Видеть В дереве Технологии Нигде Не Находится Конечно Сейфово Напасть До Самого Слава То есть Ты Прям Уверен Что Ты Его Заберешь Но В Этот же Момент Из-за Того Что Ты Союзился С Венгрией Вылазит Кризис Его Принимает Американец И Бьет Только Вопрос Есть ли Кризис Этот Будет ли Так 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 Конечно Конго Если Не Будет Кризиса То Я Тогда Уже На Конго Ставлю Просто По той Прочине Что Он Забирает Венгра Он И Так Очень Неплохо Идет Ну С Другой Стороны Сейчас 20 Ходов Я Бы На Месте Конго В Зенитке Сейчас Уссиренными Темпами Шел Потому Что Через 20 Ходов Сколько Там Союз Длится Даже Уже Меньше Ходов Осталось Там Ходов 10 Наверное Даже Осталось До Конца Союза Там Вполне Может Сейчас Американец Вступиться Дэбридз А этот Город Он Видите Этот Город Не Видит Конго Не Может Его Атаковать Чтоб Захватить Прикол Аэропорт 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 Венгер Построил На этом Пока Все Продолжение Спонсоры Могут Посмотреть Прямо Сейчас Во Вкладке Сообщества Для Всех Остальных Оно Должно Появиться Завтра Спасибо Что Досмотрели До Конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На которые Вы Видите Сейчас На своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока